всем привет паша привет привет вам дорогие друзья по итогам этого года мы с павлом репиным решили снять супер мега обзор на обстановку которая сложилась вокруг жилья застройщиков и все такое прочее короче говоря сегодня снимаем топ 5 самых доступных жека паша готов конечно погнали поехали паша ко мне пишут в директ в инстаграме в комментариях на ю тубе и просят просят составить рейтинг жилых комплексов и сегодня я предлагаю тебе обсудить топ 5 самых доступных но мы же понимаем что цены растут а люди хотят покупать доступное жилье и нам так сказать руководство страны обещала доступное жилье давай рассмотрим вот пятерочку того что в нашем городе есть самого доступного и поймем что за эти деньги собственно говоря счастливые обладатели этого доступного жилья получат да но этот тот класс который раньше называли эконом а потом президент сказал что все нужно называть стандарт и эконом это уничижительное слово он неправильно сказал он нет смысле это не не так осторожно по грани ходишь ты неправильно интерпретировал он сказал что в нашей стране нет эконом-класса мы все классно строим то есть то есть все они классно строят сегодня мы рассмотрим стандарт жилье классно стандарт да по самым недорогим сына демократично по самым декоратичным сцена ребята топ-5 дешмана в екатеринбурге на самом деле надо понимать что мы будем говорить наверное об объектах как таковых то есть там условно дешевле двух миллионов но в цене метра застройщики сейчас приноровились и продают там очень очень компактные квартирки по 19 квадратов зато они дешевле двух миллионов короче давай мы с тобой вот чего начнем давай мы с тобой поясним сразу же зрителям по каким параметрам мы выбирали эти же к давай отвечай на прямо поставленный вопрос я еще раз говорю я в случае с классом эконом-стандарт ориентировался на абсолютную стоимость объекта не вижу цена квартиры до цена квартиры не цена метра года цена квартиры то есть там до 2 миллионов в этом студии однокомнатный там не знаю то 4 миллионов и так полноценный двухкомнатный и так далее ну и понятно что не хотелось брать там супер там приближенно одинаковые по ценам объекты в одном районе поэтому мы разбежались по городу посмотрели несколько отдаленных как мы с тобой выстроим мы их с тобой вот как сайт по рейтингу или просто все вот кучкой дадим пять штук давай да давай не по алфавиту этим просто как пойдет а просто как пойдет но давай номер один это у нас кто ладно китаезно на кого работаешь номер один это у нас лср проект мичуринский известный малоэтажный проект который как выяснилось последующих очередях уже перестает быть малоэтажным потому что там появляются корпуса восьмиэтажный вот и ну это в общем-то район широкая речка по бюджету он как раз довольно демократичен даже в нынешних реалиях рынка ну-ка озвучь пожалуйста ну там вот есть как раз несмотря на то что район там условно семейный да там есть вот эти вот комнатушечки квартирочки по 19 с половиной квадратов извини пожалуйста а почему условно семейный формат условно семейный это как когда появляются корпуса с 19 квадратами вряд ли какая-то в 19 метров квадрат то есть появляется портрет другого клиента назовем так который вряд ли уже про семью но это мои исключительно рассуждения но как-то рассуждение ты же видишь всю эту историю ты наблюдаешь кто покупает и в принципе представляешь себе портрет ну да мои мои рассуждения основаны на взаимодействие с покупателями скажем так ну и так первое у нас это мичурин это район широкая речь район широкая речка причем там сама его окраина это в ну в случае преимуществ назовем это так это безусловно малоэтажность это там лес тропа здоровья ну всякая такая свежий воздух а здоровья в лес здоровье в лес это самая оздоровительная история вот на мой взгляд неплохая концепция для такого компромисса до городской прописки и условно загородного формата но преимущество комплекса относительно тех что в локации помимо этажности это там своя газовая котельная ну и то есть до 2 миллионов сейчас то можно купить вот эту маленькую студийку причем там в по сути готовом жилье что такое готовое ну то есть не с ней глубокая стройка там с создачей 24 уже зла до часть это на часть вот 20 робота и но то есть купил заехал живи да ну к давай по ценам конкретно пройдемся давай а мы идут смотри у мичуринского в абсолюте как раз есть варианты до 2 миллионов это в это студия да это сколько квадратов но на 19 половинка в общем 20 квадратов за 2 миллиона грубо 100 тысяч за квадрат более предупреждал давай давай не смотреть в случае с маленькими форматами давай не смотреть в этот самый надо признать что в самом мичуринском там те же условно двухкомнатные полноценные двухкомнатные квартиры это уже дороже 4 миллионов поэтому для тех кому вот не нужна эта история с малоэтажностью но плюс-минус широкая речка подходит по локации там рядом есть там жилые комплексы высшие на тенистые по моему самый демократичный вариантом двушку можно за 360 то есть там в принципе можно поиграться ценой ладно как туда добираться паш тяжело это же екатеринбург да это екатеринбург ну там сейчас объединили с академическим сделали выезд на академ да я думаю что на выезде еще вопросов сильных нету на въезде я пытался я продавал на хрустальногорскую квартиру и пытался заезжать через серафиму академы проскакивать на широкую речку тяжелый светофор все еще очень тяжело вернуться на широкую речку сагадем чего круги есть вот как раз вопрос социалки для меня то есть там есть это школа садик построена по президентской программе на 1000 там 100 учащихся да и функционирует воспитанников да но блин блин да то есть я честно говоря видя сколько там вокруг живых проектов там тот же меридиан тут же и рио дата сейчас там построить вторая такая школа еще там на 1000 метров но домов вокруг мама не горюй то есть сказать что это какая-то супер социалка я к сожалению не могу а что там еще есть развлечения кино домино развлечения это что у нас торговый центр академический на там ближайшее кино все слушай широкая речка бульвар его обещают причем там в как раз в районе хрустальногорской должна была быть какая-то парковая зона в итоге сейчас вроде как перевели это в зону магиатарной застройки еще какой-то домик решили вот короче своя там атмосфер что там с другими квартирами двушки трешки четырешки есть такие есть но я беру что мичуринский в плане именно абсолютной цены двухкомнатной квартиры это уже не самая дешевая локации ну там 4 3 миллиона можно дуга есть он экономный по маленьким он самый-самый доступный в плане маленьких форматов если вы хотите уже полноценную двушку там в вокруг есть варианты не малоэтажные но где полноценную двушку вы возьмете дешевле чем и чудеса отличная цена дешевле только даром это сделка века так а с парковочками там ну блин да как везде то сейчас же там еще концепция дворов без машины в новых очередях процветали ставь вокруг ну я ездил продавал там двухуровневую квартиру в мичуринском есть вопросы но довольно динамичный трафик скажем так то есть но за счет этажности мне кажется это все-таки не академ подземная парковочка есть все на улице эконом ну как бы наземная наземная стандарт ну да то есть вот мичуринский будет 1 у нас в очереди дальше 1 мичуринский и так ребята обсудили мичуринский все вокруг широкой речки то есть локацию широкой речки я предлагаю закончить по ней это именно из-за локации цена даты или еще что-то качество строительства там отделочный материал да все слушайте в классе стандарт это все плюс-минус одна история чистовая отделка игру здесь отличие это газовая котель но это хорошо вроде как это там независимость запрессовок от прочей истории и какая-то экономия на коммунальных платежах а вот еще не спросила что с двором там внутренний двор там слышно кстати дворы довольно симпатичные получили за счет вот этого колодца который высотой в пять этажей получается такое интересное пространство бегу что я продавал там квартиру да получается хорошая инсоляция такое безветренное условно пространство и можно раскидать там какие-то горочки лазилки так далее это хорошо как бы я я не жил поэтому не могу сказать но короче говоря почему ты считаешь как ты думаешь почему там такая доступная цена и за счет метража здесь вопрос же доступности цены мы в абсолюте рассуждаем ребята пошли по пути которого требовал рынок конечно они дали далеко еще потому конечно безусловно локация как бы инфраструктура вокруг бруснику это не смущает он давай не сравнивать все предлагаю закончить номером один и перейти к номеру 2 и это ну давай обсудим светлый светлый застройщик мичуринский а теперь светлый застройщик застройщик тэн светлый светлый тэн светлый тэн в общем смысл светлого сводится к тому что но это там уже отнюдь не малоэтажный район но он приближен к центру то есть там заезд получается с кольцовского тракта удобный прям из центра едешь и заезжаешь комплекс выезд уже сложнее потому что там через просторную и так светло это вот в лесочке такая группа домов рядом вдоль трассы вдоль трассы ну там есть свои нюансы но в целом когда район сформировался у него появился свой потребитель моя там опять же почему там дешевые варианты есть даже дешевле 1 и 9 миллионов потому что опять застройщик ушел в как это пандемийную нарезку по 19 квадратов чтобы это все под господдержку засунуть и собственно говоря поэтому появляется такое засунуть под господдержку ну у нас же изменился размер кредита который можно получить господдержкой до 3 миллионов поэтому выгодно продавать маленькие объекты они в абсолютной цене дешевле а значит можно предложить господдержку для для понимания в светлом в первых очередях первых семи очередях были и двухкомнатные и даже я смотрел сегодня вторичном рынке есть трехкомнатные квартиры по 7-2 то есть формировался там район пусть даже удаленный с каким-никаким удобным выездом центра и так далее но то что тен сделал что называется в последних пяти домах ну это блин это лучше показывает наверно но это исключительно студии однушки по 15 квартир на этаже и квартал из пяти домов в которой на мой взгляд могли но я я буду рад ошибиться но скорее всего туда съехались люди из городов спутников которые просто нужна прописка ну то есть там поначалу в пределах полутора миллионов можно было эту маленькую квартирку взять ну и в общем-то высотные 20 плюс этажные дома с нарезкой по 15 квартир на этаже где абсолютно большинство студий и оставшиеся это однушки на мой взгляд формирует определенную среду получается что вот эта вот среда начнет выдавливать тех ранних покупателей которые там с детьми там семьями но это же разный контингент получается совершенно стояло не понял у вас тут не стояло извините а там очередь начинается вообще для чего покупают студию ну то есть под сдачу да под сдачу еще раз зацепиться за городскую прописку там какой какой-то иметь самый какой-никакой уголок чтобы остаться в городе если ну ты приезжий да не знают работать в общем плохо я считаю что ты таким образом поступают но с точки зрения как бы девелопер все понятно ты сворачиваешься с объекта ты уже можешь построить то что рынок и съезд здесь и сейчас а дальше хоть трава не расти потому что те дальше ничего там не продавать то есть на мой взгляд вот эти пять домов продаются по старшему и так давай уточни вот у нас пункт номер два это светлый застройщик т.н. сейчас там пять домов в которых можно купить квартиру но не квартиру а студию квартиру студию можно и однушку там 2 и 6 миллиона за 1 1 и 8 и это одно из самых недорогих предложений на рынке но вы получаете группу домов там сколько 10 10 мне 5 домов где исключительно студии однушки а всего да всего там всего 10 до получается дома вот 5 строятся нет уже 12 получается в пяти только одни студии последних пяти вот этих очередях там 8 9 10 11 12 это студия однушки и там прям квартал сформированный из маленькой нарезки там в принципе гораздо ближе к городу к центру дну если поросить бану ехать то это совсем ближе чем широкая речка ну да ближе же я вот что считать центром я специально померил сейчас по дубль гису ну там условное расстояние от мичуринского от светлого от хрустальных ключей очень плюс минус 10 километров все кроме хрустальных ключей это близость всех домов которые мы сегодня будем с тобой но вы все равно удобнее с вот с этого района выезд до удобней а транспорт такой же неудобный как бы ну тут маршрутки и так далее то есть каких-то особых там разночтений широкой речки и нет чего круг ну а чего круг вот один садик построили вокруг там же по сути обещали насколько я помню торговый центр в начальном проекте на месте где как раз из 5 домов построили слава богу паркинг в общем там довольно сложная ситуация стук складывается с парковкой безусловно с выездами и так далее да 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 то есть там надземного нет есть надземные как бы я думаю что они большей частью раскуплены на мест безусловно не хватает да и люди не все далеко готовы платить за эти парковки качество строительства наш знаменитый тэн что он там как он там ну слушай я знаю что в первых домах были большие нарекания там и с окнами и всеми остальными с дверями но по-моему они понемножку обкатали то есть ноут я в восьмом доме с клиентом квартиру брал на приемку вместе с ними ездил какого-то фатального трэша я не увидел хотя но мы знаем с тобой обзорчики снимают на каждом объекте полный дресс поэтому ну какого-то критического отступления от среднего уровня не лишь обещание выполняет ожидания реальность там какой с этим ну вот я тебе говорю что должен был быть торговик не стала торговик а должна была быть на мой взгляд попу полу семейная история появились пять домов с надой маленькой нарезкой ну то есть меняет все по ходу ну как и многие другие будем уже да да ну как многие но хорошо у тэна почти в каждом проекте есть такие отступления екатерининский сад поменяем и и до сих пор там что-то меняется геометрия там что-то не доделали там где-то что-то опять меняется ну здесь то то же самое да примерно происходит то же самое но зато уже построена большая часть и тогда все заканчивается в район в принципе понимаете все ожидания уж каким чудо с каким количеством жителей вам предстоит жить плюс-минус добавьте к этому 15 квартир на этаже умножьте на число уже в каждом из пяти домов вот вам дополнительное число жителей которые прибавить то есть сейчас супер ребята это был светлый 2 в нашем рейтинге но не по как сказать да не не по значимости не платься просто второй пункт если есть вопросы какие-то у вас дополнительные пишите в комментариях и мы с пашей постараемся ответить ну или делитесь мнением от проживания в районе мы тоже с радостью почитаем ваши отзывы да это будет особенно ценно если вы напишите что там у вас происходит в вашем светлом районе а мы переходим к пункту номер три и это у нас кто ну давай обсудим к вопросу развлечения хрустальные ключи район компрессорный опаньки хрустальные ключи район компрессорный самый трудно достижимый 20 километров от центра города 20 километров от центра города причем на сайте написано что сибирский тракт вроде как не стоит типа и выезд оттуда автомобили 20 минут в общем туда на мой взгляд ребята это чисто субъективное мнение хрен заедешь хрен выйдешь это это компрессорный у него один собственно въезд ну блин да но у компрессорного к вопросу ты спросил развлечений я сегодня с удивлением для себя обнаруж там даже кинотеатр есть короче поехали рассказываем давай кто там у нас застройщик лср мы уже с тобой в принципе наверно про него проговорили но федеральный застройщик куча проектов плюс-минус усредненно одно качество одна отделка и так далее то здесь мы больше будем говорить про доступность цен в районе да то есть там ножки опять же там 2 и 7 миллиона 2 и 8 а за люди за студии 1 и 8 ну блин студии понятное дело 20 по 2 ой так это получается даже дешевле чем народа что с тобой ну . пресс 1 подешевле наверно за счет как раз отдаление от города все-таки при всем при всем благополучия выездить через сельский тракт а вот двушки там можно за 36 миллиона взять но главное преимущество компрессорного которое в принципе наверное там побуждает людей выбирать жилье там это социалка то есть там 7 детских трудов две школы и вот вот в этом не самом большом географически расположен районе вот и крышная котельная то же самое что у мичуринского это определенный бонус жителям в остальном высотность там уже отнюдь не мичуринский своя атмосфера экологии очень часто говорят вода вроде как хорошего качества но опять же я прошу зрителей активного участвовать в комментариях и делиться так ли это потому что мы ориентируемся на застройках ну и рядом лесной массив в принципе вот какой-то какое-то уединение наверное там можно получить в принципе по компрессорному я думаю что там своя категория жителей и те кто собственно говоря смотрит какую-то хорошую площадь в оптимальном бюджете могут обращать внимание на этот район особенно если не завязаны на выезды в часы пик ну на мой взгляд так вот прожители этого района когда я узнавал почему вы здесь покупаете они как раз находили какую-то привлекательность за счет видимо какой-то уединенности и плюс к этому цена ну цена конечно она существенно ниже чем вообще по городу и мне кажется вот из всех кого ты называешь там одна из самых низких наверное даже самая низкая цена ну да да то есть как бы район с хорошей социалкой со своей развлекательной какой-никакой инфраструктуры там спортивные всякие эти секции и так далее да 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 то есть он такой самодостаточный назовем его несмотря на то что там 20 километров то ну собственно собственно он и строился свое время там в советском союзе именно как свой самостоятельный район со всей инфраструктурой полагающиеся полноценному районе социалка там явно лучше широкой речки на сегодняшний день но на широкой речке там вообще ничего нет ну в районе мичуринского да ну и в общем то не скоро будет так чтобы обеспечить ну качество строительства в общем то как лср ну хорошо лср что же усредненно усредненное качество как бы какой-то уровень продукта выше не прыгать так чтобы мне понятно было ты мне объясни просто я не знаю как зрителям не лучше чем атом стройкомплекс или хуже да на одном уровне на одном и ну все в моем понимании да там просто панелька не панелька у каждого свои предпочтения и кто-то монолит эта панелька к отделка один хотя двери по моему у лср даже получится и так третьим номером у нас был компрессорный застройщик лср и называется что хрустальные ключи а мы даже не сказали хрустальные ключи жека хрустальные ключи паша так увлекся что не рассказал как называется и так запомним хрустальные ключи ребята пишите в комментариях кто там живет кто живет ваши впечатления задавайте вопросы кто еще не живет что хотите узнать но мы переходим к пункту номер 4 и это у нас это у нас же к фристайл оба на наверное прямо на горе уктус по фристайлим ну в общем то да присоседились они горе уктус к инфраструктуре которые там есть там сноуборд баба дэн-бадэн самая труба и так далее я честно говоря не совсем понимаю как бы концепцию человека который в екатеринбурге постоянно этим пользуются но то есть как бы можно жить не на уктусе но приезжать туда и развлекаться но наверно такая аудитория есть и собственно говоря в рейтинг наш фристайл попал тоже благодаря тому что там мелкая мелкая нарезка с понятными и там недорогими ценами для этого района в абсолютной величине цена метра там тоже не скромно как и все сейчас вокруг ну давай начнем с того что кто застройщик фортис то есть ребята которые собственно сейчас много новых проектов заявляют построили ту самую основу про которому отдельный сюжет ссылка будет вот сейчас заявились радуга парка на визе они будут это еще в одном месте строить расширяется да 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 то есть они нахватали так понимаю земель немножко адаптировались там хороший административный ресурс как не видится в общем зацепили они участок который вроде как уктус но почти елизавет на мой взгляд рядом там специально автобусную остановку выглядели потому что туда было не добраться в общественном транспорте но сейчас автобус ходит доходит он ходит один да не знаю мне кажется с первым же домом там будут вопросы с посадкой в этот автобус но в общем-то там большая высотность там нескромная нарезка квартир ну я имею до что количество квартир на этаже их площадь и так далее но вот есть это преимущество которое действительно может кого-то зацепить уктус уктуские горы до прогуляться там баден сходить по выплату по отмокать в теплых источниках на борде покататься все вот этот но цена то какая в абсолюте вот студия сколько 23 квадрата 2 300 2 300 но примерно где-то вот сопоставимо да ну с чем сопоставим с широкой речки рога речки на вну в маленьких метражах да в целом ну хорошо а что там есть еще там есть двушки трешки но ну двушки есть трешки мне кажется может быть и появится там же рядом довольно много таких уже менее заточенных под молодежь даже по названию жека там шишинская горка там дом уктус и так далее сезон и так далее поэтому трешки может быть там в принципе не появится может быть хватит желающих хотя у меня большой вопрос вот ну при той нарезке и при той важность которая сейчас есть будет ли столько фристайлеров но ты думаешь что это как раз вот категория молодых людей которых привлекает вот это вот движуха да вот это вот ну да да пусть и нарезка соответствующие то здесь двухкомнатных вообще что называется в каждом подъезде планировки я даже боюсь спросить у тебя про инфраструктуру рядом судя потому что ты сказал там раньше автобусы не ходили не школа садики там довольно плюс-минус близко то есть на щербакова стоит этот глобус но она получше чем наверное в мичуринском с точки зрения вот доступа в паре автобусных остановок поэтому нет она там есть но главная фишка если вот и лезть именно туда за эти деньги это история про актузские горы и всю ее инфраструктуру ну а развлекалова чаще рыбакова но я не имею ввиду лыжные но глобус торгово-развлекательный центр аквапарк и дельфинарий так что что-то хоккейная школа ряда ну короче почти пешком даже дойти можно шаговой доступности в известной шаговой доступности как и как риверпарк вот велосипедный да поэтому ну в общем-то проект аджика наверное все своя аудитория у него есть по застройщику обещаниям да не там глобально того на мой взгляд ничего большого и не обещали не обещали если мы с посмотрим брендеры холлов ну как бы холл и хрустальные ключи на минималках вот могут объезды то есть какого-то это проект заточены исключительно под локацию и уникальность расположения куктузским горам но парковочка ну я думаю что учитывая что на елизавете пока малоэтажные дома какое-то время там больших проблем с этим не будет когда реализуется весь жилой комплекс как и везде они будут вот мое ощущение сегодняшний такое как покажет время посмотрим а подземных тоже нету да вот этих нет на руку я помню то есть ищите места где-то вот вокруг да ну а дворы там вот что-то детский ну закрытый двор стандартная история с благоустройством опять же я думаю что много из этого обещается что из этого реализуется вот как показала основа есть расхождение ожидания реальность надеюсь что во фристайле будет иначе зато там прекрасные виды на уктуски и горы у кого-то у кого-то кто не смотрит соседний дом кто не смотрит на соседние промзону в обратную сторону да ну и если есть фанатики то как бы там можно по выбирать еще с какой стороны эти уктуски и горы любовь там со стороны щербакова несколько поэтому вопрос такой маленькая нарезка доступность именно по абсолютной цене она вот выделяет комплекс ладно хорошо ну что тогда переходим к пятому номеру пятый герой нашего рейтинга это самый неожиданный участник много я в предвкушении это жестко то есть это категория жилья не для всех но зато строится это через дорогу до изумрудного бора что значит не для всех же к не для себя туда нужно по специальной программе то есть там медными работники медучреждений оборонно-промышленного комплекса ну и там несколько еще культур объекта в учреждении культуры и так далее то есть нам нужно заявляться и проходить определенный ценз что ты входишь в категорию жилья которые наверное могут претендовать но зато это рядом с изумрудным бором и 67 тысяч метр квадратный у опаньки ну-ка ну-ка ребята тихо внимание тихо ребята сейчас что-то прямо прозвучало такое для меня прямо вот уже фантастическое 67 тысяч за метр квадратный однушка если если трешку то 63 можно говорить что это цена не то что даже прошлогодняя прошла вечная какая-то это я уже даже не помню когда были ваша пожалуйста подробнее расскажи что это кто застройщик но это это как бы застройщик который реализует по сути социальную программу то есть у нас они возвели жестко здоровье жестко наш дом который рядом с кинтарной долиной на визе и там тоже был очень большой контракт цены то есть если я правильно помню то вот эти вот и жска в тот момент еще не в этих конских ценах они тогда 50 тысяч метр квадратный столе в том районе то есть это виз с доступом в центр вход я недавно читал обзоры этого жека понятно что каких-то фантастических мест общего пользования мы там не увидим обыкновенно обыкновенная хотя на сайте написано что жилье не уступающая классу бизнес а картинки то есть картинки выступает класс как ни странно в общем застройщик много о себе я так понимаю думать но смысл в том что мы же с тобой рядом с юмородным бором еще увидели недавно замечательный проект ривьеры 11 башен вокруг фирмола облепивших его да а здесь всего две башни всего двадцати штатных также здесь квартир на этаже но были там по рынкам увидишь там даже твор какой-то здесь и вокруг малой этаж то есть я так понимаю что плотность будет лучше с парковкой будет лучше с холлами от ривьера я больших высот не жду здесь они будут усредненно неплохие то есть для работников которые входят в ту категория думаю что мы отдельный перечень просто там я не знаю выложим до информацию сайта полный перечень вот но это хорошая возможность да как ты правильно заметил за деньги которые там 70 тысяч метр квадратный за трехкомнатную квартиру в двух километрах от метро плена извиняйте где дает с отделкой причем да то есть это сдача там по 23 год хотя еще и с отделкой то есть заезжай живи хотя янтарная ну тут тот проект который жесткое здоровье рядом с интерной долиной насколько я понял там на полгод просрочки то есть надо понимать что схема же ска она не защищена так как из кровь щита но блин вот ты получаешь то что получаешь то есть если есть возможность в случае чего подождать какое-то время если главный ориентир это цена и близит городу очень хорошее предложение для тех жителей которым она подходит по категории поэтому я советую обратить внимание и уточнить то есть да простит меня ривьера но очевидный конкурент башням которая облепили вернул цене в том числе ну прекрасно я честно признаюсь я не знал что такое есть на нашем рынке а вот скажи пожалуйста это единственное место такое или есть еще подобные социальные программы где можно купить по очень приятной цене ну вот из того что я знаю это пока то что заявлено единственный народ в городе то есть виз закончен же сказали ребята если вы вдруг по каким-то причинам знаете такие секретные места то обязательно пишите в комментариях и если мы про это не знаем то отдельно возможно с ним отдельно может быть кому-то будет интересно давай снимем жестко что за схема более подробно какие категории то входят и что вы получаете может быть даже сходим на это здоровье посмотрим холод если уж сильно это прекрасно сильно захочет зритель что же можно получить сейчас до 70 тысяч метр квадратный это нет но в любом случае это радостная новость что за 70 тысяч можно сейчас купить квартиру на этой позитивной ноте мы не заканчиваем потому что я не могу не спросить ребята мы обсудили топ-5 жилых комплексов которые на наш взгляд в абсолютной стоимости квартиры имеют самые привлекательные цены до самые доступные мы понимаем что это жилье эконом-класса и расчет ну как не говорит то есть среди всех то есть есть экономом есть там бизнес премиум ну как-то так комфортом это пускай будет мое название это я так называют ну как бы это не претензия к кому-то там не дай бог но мы понимаем что раз это самое доступное то на чем-то экономит то есть то есть дать каких-то там чудесных чудес не приходится ну например там нету трехметровых потолков наверняка я так подозреваем нету подземных паркингов нету каких-то там прекрасных холлов там я не знаю как в кандинском например который итальянский итальянцы там проектировали вот ребят надо понимать что это квартиры которые вы можете себе позволить купить за небольшие деньги относительно других жека потому что даже эти деньги считается ну конечно вот возьми этот gsk и через дорогу зумрудный бор там по миллиончику разница наверно с однушки будет да цены очень серьезно выросли непонятно по каким причинам но тем не менее это случилось все в шоке риэлторы в шоке не знает что будет дальше но как есть так есть строят в огромных масштабах и объемах и вот у нас случилось вот пять таких жека если вы знаете какие-то другие жека и вы не согласны с нашим мнением напишите об этом пожалуйста в комментариях ну а я все-таки вот не удержусь спрошу вот выбрали пять жека но не нету нету не попал в этот список атомстрой комплекс хотя ребята позиционируются как в общем-то доступное жилье на уралмаше например там вот я помнится делает удивленное лицо паша но то есть он не входит в этот список у него нету доступного но мое ощущение рынка что атомстрой комплекс никогда так не позиционировался он так типа народное жилье да те же народные кварталы но за то что ты берешь бренд а это там с огромная история да с огромным присутствием в годах на рынке недвижимости ты переплачиваешь но очевидно переплачиваешь на фоне конкурентов то есть матом никогда не был нигде не на широкой речке не на урал машей все не попаду в общем не попадает к нам он он все-таки по подарок он знает себе цену и пользуется структур все остальные тоже знаете цену просто атом никогда не был в категории низких ценников хорошо тогда вот такой вопрос мы опять же к с тобой обсудили и здесь сейчас вопрос подвохом тебе будет а паша готовься я подготовился да значит смотри мы же понимаем что купив квартиру тебе нужно заехать сделать ремонт и как-то вот под только после этого жить получается что вот некоторые жека сдают с отделкой ну там линолеум обои это и там унитаз раковина какие-то без вот все эти жека сдают в отделке целю но у класс стандарт или как его раньше называли эконом славится тем что там все все отделку закладывает стоимость и ты получаешь ее очень демократичная но тебе не надо на нее дополнительно тратиться на отделку но и может он зашить в ипотеку и туда ну получается что в этом тоже огромная экономия потому что ремонт сейчас стоят очень дико дорого прямо очень сильно поверьте мне я этим занимаюсь каждый день не такими ремонтами занимаешься как жители такие голокими ремонтами занимаюсь но тем не менее все равно любой ремонт даже самый небольшой стоит какие там есть еще скрытые платежи ну то есть за что придется доплатить человеку да у кого-то коммуналка дорогая там я не знаю там за парковочное место за двором за лесом надо платить там и что когда нет я думаю что усредненно коммуналка там в районе 30 рублей я имею ввиду общедомовые до расходы болтается и ну там объект из газовой котельной они скорее всего с точки зрения потребления ресурса чуть дешевле по коммуналке и все собственно все вот эти истории где кому парковаться какой там очередной шабашник поставить какой шлагбаум прихватизировать территорию скажет латинные полторы тысячи это сугубо индивидуальное если есть такая информация у зрителей можно поделиться но у такого сравнения прямо его не сделаешь ну что друзья вот такой вот у нас обзорчик получился по итогам 21 года пишите в комментариях что мы упустили какие вопросы у вас остались мы с удовольствием на все на это ответим но пока прощаемся с вами желаем вам в новом 2022 году адекватных красивых квартир уютных домов ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока